Игра недели. Немного о необычном спорте. В Австрии на озере Вайсензее прошел чемпионат по игре в подводный, а точнее подлёдный хоккей. С обычным хоккеем эту игру объединяет исключительно наличие льда, клюшки и шайба. Шайба, правда, намного больше обычной шайбы. В командах всего по два человека, а площадка для подлёдного хоккея, разумеется, находится подо льдом. Азарт, тем не менее, как в большом хоккее. Подлёдная игра считается довольно опасной и приравнивается к подлёдному дайвингу, который сопровождается серьёзными физическими нагрузками. Ситуацию с точки зрения безопасности контролируют специально подготовленные спасатели. В этом году чемпионами стали австрийцы из команды Австрия-1. Поздравляем. Но на самом деле игру в подлёдный хоккей практикуют не только в Европе. Как нам удалось выяснить, подобные чемпионаты проводятся на озере Байкал в России. Тут шайба немного другая. Клюшки напоминают клюшки для хоккея с мячом. Но азарт не меньше, чем у европейцев. В конце концов, на российском Байкале намного холоднее, чем в Австрии. Нужно быстрее двигаться. Появится ли израильская команда по подлёдному хоккею – большой вопрос. Но что-то мне подсказывает, что если она появится, то нашу сборную ждёт большой международный успех. Правда, со льдом у нас пока проблемы. Да помогут нам технологии.